ребят приехал на кержнице немножко половить фотографировал пейзаж решил не удержался еще немножко покидать спиннинг одежде поймать пару щучек погода скажем так щучья одежда все-таки есть время же около пяти часов полчаса и будет темно уже полчасика половлю здесь что-нибудь и цеплю ловлю вот на такую садаку 80-миллиметровая поставился гибристо возможно буду менять большое ставить не буду большого нету посмотрим как маленький сначала себя ведет играет очень круто косодака на из моих любимых приманок по доступной цене в отличие от всяких там лаки джонов орбитов мегабасов чуть-чуть не оставил на деле опасно не везет забросами не это все пишите в комментариях что в этом году ловили как по щеке у вас нос пока пока не очень я не могу разловиться но возможно это у меня не попадал мажор на клев как стабильно ловил году довольно таки сложно пока не очень на улице дождь но довольно так тепло радует а переменная облачность дожди идут иногда напоминаю что это река керженец семеновский район из городской области район реки это возле деревни взвоз здесь есть честно вообще первый раз в этом месте с благо я стнила можно себе позволить покататься фотографировать снова места заодно вот спине покидать конечно чуть-чуть пораньше можно приехать вот так вышло я ценить какая вода прозрачными вам плохо видно ну вообще стекло особенно днем на солнце этом она такая вся зеленая довольно таки темная болотистая вода лудичка лесная такая кстати керженец называют но из самых красивых век все живописных могу с этим не согласиться очень живописные века лесная таежная практически с крутыми берегами кое-где с соснами сосновыми такими рощами на берегах очень разнообразные дубравы есть и березы пляжи в общем ландшафт очень интересная здесь она не очень широкая а ближе к месту где она втекает волга она постоянно расширяется так что-то клево нет сейчас попробую еще одну приманку покидать другим цветом и может быть чуть поменяю проводку в принципе видно что рыба не особо активно крест каких-то вообще не видел сегодня хотел хотелось бы может быть пара мел мелких зацепить так как говорится пощупать пока что никак давно не выпускал видео как неудачно езжу на рыбалку клёва нету по крайней мере у меня видимо так не сильно в этом сезоне вообще-то мало везет на рыбу ездят тут за карасями поймал всего одного карася хотел тоже карася на рыбалку вот был всего одна поклевка один карасик так ловил на пруду местном полу платники непонятно карасики там есть хорошие там и карты если шиба есть ну вот как туда попал клюет у других у меня вот такое это это ноу-нейм но очень качественный скорее всего это реплика мегабаса если не ошибаюсь я прошла вот на прошлой рыбалке поймал пару пару мелких щучек прямо вот там был солнце погода немножко другая более спокойная более теплая погода ну сейчас я не скажу что она такая мрачная какая солнце скрылась но был дождик вот только что я приехал снимал попробуем разлодиться так вот приходится маневрировать конечно можно бы с лодки половить более прогонистая такая приманка сравнилась к садакой и игра тогда же казалось более интересный она на плохо видно на играет просто заметили удобно кидать повсюду кусты трава довольно-таки стало жарко душно после дождя места здесь хорошие зачетные скажем так с лодочками здесь половить неплохо все-таки у нас довольно таки много рыбы вот поймать ее это не каждому да но здесь самое нам капризное очень рыбный на самом деле река возможно большой крупные рыбы с ними не так много осталось выбивают очень сильно сетями разные нехорошие дяди радовать поклевкой опа ребята ах сошла видели хорошая щучка было около килограмма жалко подсеклась взяла уже почти у берега а 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 так что стоит немножко подзадержаться обидный сход конечно ребята сразу же 2 но небольшая соса или окунь . поменьше то ли кайф всем молюська такая где-то грамм 400 500 большая щучка кровилась пожалуй я и возьму тебя но не ел щучки более любому не есть 30 лет возможно даже то но хотят там не показалось было побольше хочу жареные щучки побалует себя на кукан поставим положим что-то Конечно, небольшая. Хочется и щучки. Довольно-таки рыбное место. Буквально сколько тут? Поклевка. Я думаю можно надеяться еще на одном. На самом деле свет ведь тоже много решает. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Много ли зависит от цвета приманки? Я просто слышал мнение, что это не решающий момент. И щуки все равно какого цвета приманка у вас. Лично я в это с трудом верю. Даже по сегодняшнему дню видно, что на серебристую, примерно такую же приманку, такого же размера. не было поклевок. Опа! Ребята, была еще поклевка сейчас. Такая хорошая поклевка была. Попробуем, может быть, возьмет, добьет. Немножко не туда. Мешает вот эти листья. Приманка легкая. Не всегда она пробивает. Вот это листво. Иногда еще и цепляет. Давай-давай-давай-давай. Одна. Хочется сюда приехать. С лодочкой. Половить хорошие места мне нравится здесь. Понравилось. Лодку неудобно, правда. Тащить или тащить одному. Ребят, наверное, проведу такой эксперимент. Закину все это видео вообще полностью. Вообще без склеек. Без музыки. Посмотрим, как вам такой формат. Может быть, в будущем приживется. Будем постоянно так снимать. Просто склейки, нарезки. Мне кажется, немножко, возможно, портит атмосферу. Вот так вот. Когда, скажем так, небольшая рыбалка. Ну, ты делал полчаса. Вот такая, как сегодня. Это как будто вы со мной поплывали на рыбалке. Как вам такая идея? Пишите обязательно. Давайте обратную связь. Так. Сейчас пообломим немножко, еще буквально 10 минут. На более большую приманку. Я думаю, шансы все-таки еще есть. И щука здесь есть, я думаю, хорошая. Хороших размеров. Ну, нужно было пораньше, конечно, приехать. Ну, а смысла большого приезжать раньше не было. Как раз был дождь. Возможно, завтра еще сюда приеду. Потому что место классно. Ну, единственное, конечно, кидать не особо ездя. Буквально сколько? Это в 20. Берега чисто. И все. Где это? Вон там дальше. Так. Еще то место. Главное. Не дает мне покоя-то щучка. Потому что она все-таки на эту добьет. Хотя, конечно, скорее всего, укололочь. В эти выходные вообще куча планов по съемкам. Ох, ребята! Вот это была поклевка. Вот это была поклевка. Это что у нас такое там было. Ребята, это что-то серьезное, прям такое. Это я... Так. Что это такое было? Фрикцион аж так пронзительно завопил. Но опять же, мы сейчас ее нам больше не увидим. Две поклевки здесь были таких хороших. Не видел я рыбу. Интересно, чем же это место такое особенное? Так вот. Забыл, сбился. Эти выходные с кучей планов. Возможно будет два дня съемок. Суббота, воскресенье. по катушкам. Смотрю, этот формат тоже неплохо заходит на ютубе. Много лайков, комментариев. Просмотр, в принципе, даже больше, чем у рыбалки. Вот так что сейчас эту тему буду развивать. Ребята, не забывайте подписываться все-таки на канал. Оставайтесь со мной. Будем с вами ездить на рыбалке. Буду, наверное, учиться в этом году зимней рыбалке. Вообще не умею зимой ловить. Ловил два раза в жизни, наверное, зимой. Будем учиться вместе с вами. Будете давать свои советы. Будет интересно. Все-таки на той канал называется рыбалка с дилетантами. Все, друзья, на этом хочу закончить свою рыбалку. Точнее, заканчивать я ее не хочу, но вот приходится по объективным обстоятельствам. Сегодня у нас сколько было, несколько поклевок хороших, таких прямо мощных. Один сход обидный. Прямо, можно сказать, у берега. Вот и такая вот, такой шнурочек. На жарешечку мне вполне хватит. Друзья мои, пишите еще раз обязательно в комментариях. Интересный такой формат. Такой вот полчасовой рыбалки. Онлайн, скажем так, без склеек, без всего. Без музыки, без всего такого. Только моя болтовня. Только рыбалка, природа. Скажем так, отдых. Если вам интересно, то пишите обязательно. Об этом будем продолжать эксперименты. И обязательно подписывайтесь, не забывайте. Ставьте лайки. Чтобы такие щуки клевали чаще. А их мамки прямо еще чаще. Вот. Все, ребята, всем до свидания. Всем пока. И помните, что одной рыбалкой сыт не будешь. Ездите чаще. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok